20 минут о красивой жизни в красивом городе это бьюти тайм на 31 всем здравствуйте спонсор программы профилактическая терапевтическая клиника формула первый сезон конкурса плюс сайз красоты леди мармелад еще с анонсов приковал к себе пристальное внимание проект подобного формата новинка для нашего города поэтому запускали его с особым волнением и трепетом дамы с мягкой талией обретали уверенность в себе и уникальные знания а зрители проекта убеждались в том что параметры красоты в 21 веке вне рамок и стереотипов сразу же в начале проекта было понятно зоном его существование не ограничится а значит очередная история обязательно случится он немного будет отличаться тем что у нас будет целая большая часть преображения то есть она будет полная от и до по рекомендации стилиста у нее будет работать целая команда нас уже есть команда визажистов не урушен геной от центра эстетической косметологии холилэнд но нам еще нужны парикмахеры нам нужны мастера маникюра любые специалисты которые могут быть нам полезны пожалуйста обращайтесь мы найдем что исправить найдем каждая участница проекта это наш потенциальный клиент в будущем и я думаю что надолго ну главное себя зарекомендовать как профессионала мы не делаем большой упор на внешность но конечно должна быть эстетика и поэтому мы будем как бы помогать женщинам преображаться давать какие-то свои рекомендации но это будет конечно не в принудительном порядке концепция будет такая же течение там шести недель они будут проходить всяческие мастер-классы тренинги игры участвовать презентации партнеров но помимо всего они также будут заниматься репетициями подготовкой гала-шоу также будут опять разыграны денежные призы я думаю он будет еще интереснее потому что первый все таки он был как такой сумбурный да немножечко мы так как как котятки слепые шли-шли-шли как бы никто ничего еще не знал то есть все по крупицам все это собирался весь этот конкурс сейчас уже более осознанно наверное исходя из наших там каких-то видео тренингов все это будет уже более или менее понятно но я конечно да я буду конечно завидовать что девчонки там столько будет внимание чувство опустошенности после напряженной подготовки и выступления на публике знакомо каждому кто выходил на сцену в качестве конкурсанта и чтобы не раз после завершения проекта девушки решили продолжить общение теперь уже формате клуба куда кстати стали приходить подруги и знакомые со схожими интересами все участницы из первого сезона они не хотели с нами расставаться потому что действительно мы встречались с ними после проекта и они на многие нам давали обратную связь что у них разделилась жизнь на до и после они не захотели с нами расставаться и мы как бы для участниц проекта и сейчас у нас очень много и так не участниц они у нас пришли все к нам женский клуб леди мармелад идея этого клуба и создалась потому что мы с девочками ну сдружились то есть там и переписываемся и общаемся то есть кто-то возможно встречается и дружит то есть и на основании этого всего нам так понравилось вот это все общение поэтому создался этот клуб соответственно на базе клуба у нас есть портфолио у каждой девушки и которых можно использовать съемках рекламы во всяких презентациях они с радостью идут во всякие проекты потому что нам очень доверяют и как бы мы им плохого не посоветуем потому что действительно относимся к ним ко всем как ну близким людям потому что и мне и моей команде все более как бы полного человека они известны прекрасно поэтому нам легко вместе все это преодолевать 6 недель мощной проработки личности перезагрузки внешности обучений тренингов мастер-классов съемок подарков работы с наставниками и конечно же дружбы старт сезона запланирован на 5 апреля а пока организаторы находятся в поиске новых партнеров новых участниц и новых идей в медицине очень часто специалисты разных направлений заимствуют друг у друга методики лечения или восстановления а так например в косметологии очень много технологий которые заимствованы из физиотерапии а методика о которой речь пойдет далее заимствована из медицины спортивной и называется она кинезиотейпирование эти разноцветные пластыри которые называются кинезиотейпы первыми начали применять спортивные врачи чтобы их пациенты профессиональные спортсмены тренировались и выступали не испытывая боли позже методику начали практиковать и в отношении обычных людей оказалось это тоже эффективно основное его свойство это сущивание кожи то есть кожный покров берутся разработаны специальные техники наклейки специальное разрезание то есть специальные места где наклеивать надо когда мы накладываем тейп то есть тем самым мы почти через 20 минут уже пациент не чувствует боли принцип действия кинезиоленты это фиксация и последующая поддержка больной мышцы или связки в результате чего пациенту становится легче перенести последствия травмы или болезни виду неправильно допустим заживления нервы и сосуды неправильно прорастают при правильной накладке тейпа то есть правильной технике тейпирование эти связки можно зафиксировать и тем самым еще и приподнять усиливаем микроциркуляцию но еще вот эти боли после нагрузки вот они уже будут меньше чувствоваться может даже не чувствоваться совсем то есть это уже зависит индивидуально спектр применения тейпирования как выясняется довольно широк даже врачи косметологи используют тейпы в целях омоложения от реабилитации заканчивая педиатрии и неврологии то есть также используется в косметологии сейчас новое направление и уже в диетологии то есть при коррекциях веса то есть тейпы тоже помогает опять же свои лимфодренажные функции есть разные виды тейпов то есть они делятся в основном по размеру и по цвету но что касается цвета допустим здесь больше играет психологическая кинезиология каким не был широким широкая область применения тейпа он не является самостоятельным лечением то есть все равно должно быть запустующее то есть он только усиливает эффект от лечения но не является самостоятельным лечением корректировка как и у любой методики у кинезиотейпирование есть противопоказания учитывая что ленты усиливают микроциркуляцию крови их например не ставят сердечником в любом случае перед визитом к кинезиоспециалисту необходим прием врача терапевта в честь дня защитника отечества танцевальный ресторан танцор диска представляет серию вечеринок мужской пол зажигает танцпол развлекательная программа конкурсы танцы и конечно же вкуснейшая кухня 21 22 и 23 февраля праздничные залпы в ресторане танцор диска приходите сами приглашайте друзей поздравляйте у нас своих коллег бронирование столиков по телефону 27 07 600 23 07 055 уникальное украшение только из натуральных камней регулярное обновление ассортимента ювелирный бутик частная коллекция нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан билеты в театры челябинска и екатеринбурга да и обратите внимание на картины они тоже продаются самые актуальные модные тренды в вашем повседневном гардеробе магазин стрит кутю на sony кривой 30 и пушкина 65 меди арт утонченная классика меди арт безупречный силуэт женственность главный модный тренд меди арт это платье вашей мечты меди арт гарантия восторженных взглядов мода на индивидуальность снова сделала популярным такой формат взаимоотношений модника с дизайнером как отелье в нашей рубрике которая называется индивидуальный заказ мы будем показывать весь процесс создания одежды от эскиза до того момента который на профессиональном языке называется на готовность индивидуальный пошив несмотря на то что сейчас ну совсем нет дефицита в одежде можно купить что угодно и несмотря на это индивидуальный пошив не просто не утратил своей актуальности он наоборот набирает обороты почему на мой взгляд люди обращаются в отелье по двум причинам первое это если нестандартная фигура причем нестандартная все эти вопросы в голове лежат она внешне может быть абсолютно нормальные но человеку хочется чтобы вот эта линия вот так проходила а вторая причина я ее называю а есть такой жену с перламутровыми пуговицами то есть когда мы хотим какую-то трендовую модель но с определенным набором опции чтобы кармашки например были поглубже чтобы рукавчик там подлиннее или покороче чтобы оттенок или чтобы а вот воротник возьмем от этой а например там рукав возьмем от этой модели это как раз мой случай именно по этой причине я уже больше десяти лет дружу с ателье модный дом я и очередная такая хотелка привела меня сегодня сюда у меня не просто вопрос у меня проблема вселенского масштаба мне нужна красивая стильная демократичная такая стритстайловская и фэшн верхняя одежда мы с тобой будем решать несколько задач это должно быть красиво это должно быть комфортно это должно быть удобно и это должно соответствовать твоему внутреннему миру для меня вот мода это в принципе нет не просто шоппинг для меня мода этой то же время искусство поэтому я занимаюсь индивидуальным пошивом уже более 15 лет работа ателье это например выпускное платье свадебное платье или свадебный наряд там мама невеста и так далее а вот насколько шьют плащи пуховики и и и зимние куртки вообще мы конечно ориентированы больше на пошив гардероба и мы создаем именно капсулы и ежесезонные и животные ну и в общем то любая капсула не может быть без верхней одежды вопрос десятилетия что будет тенденция оверсайз тенденции больших размеров с одной стороны пророчат закат этого тренда с другой стороны но это очень удобно оверсайз но это мое личное предположение очень сложно от него будет отойти несмотря на то что появляется тенденция к новой женственности но три-четыре года я думаю это точно тренд будет с нами конечно насмотренность влияет очень сильно и насмотренность будет новых женственных силуэтов но оверсайз это удобная одежда это комфортная одежда индивидуальный персональный стиль никто не отменял и если все ходят в женственном а ты себя комфортно ощущаешь именно в силуэтах оверсайз теперь никто не запретит этого сегодня вся жизнь в телефоне и если когда-то еще лет наверное ну 7 назад в основном просматривали картинки из глянцевых журналов или в ноутбуке то сегодня вот все популярные модели какие-то детали элементы у художника модельера они конечно телефоне они к в лентах социальных сетей в сохраненных в общем все все вон там хранится поэтому мы вот так вот сегодня журналы приготовили но даже не открыли это отдельная история отдельное такое эстетическое удовольствие наблюдать за тем как художники модельеры рисуют эскизы мне кажется только ради этого стоит прийти в ателье и что-нибудь заказать неважно что это все красиво наполнитель нам необходим поэтому мы его заменим на синтетический карман да по пропорциям немножко по-другому мы его сделаем чуть-чуть пошире местоположение вот каким мостом первая примерка для конструктора и художника а вторая примерка это уже для клиента вы смотрите beauty time программу о красивых людях и добрых поступках продолжаем выпуск в расписании успешного человека случаются не только деловые встречи но и благотворительные вечера челябинская публика уже научилась отличать их от просто светских вечеринок люди планируют готовятся приобретают билеты делают взносы сегодня у нас общество уже в принципе созрело к пониманию благотворительности порой сострадание милосердие вот желание помочь кому-то она может быть лечит больше даже чем какие бы то ни было лекарства основная миссия наша это формирование культуры благотворительности исторические корни когда как правило женщины занимались благотворительностью организовывали эти мероприятия вот она напрямую проявляется для меня это важно и для моего мужа тоже то мы еще и своих детей и внуков уже теперь вовлекаем в это они тоже являются и они знают что что именно нужно помогать тем кто нуждается это очень важно вечера благотворительного фонда родная известны участием vip person не только в качестве зрителей и жертвователей многие известные политики и бизнесмены вместе с артистами выступают на сцене история этого вечера такая что однажды мы со своей командой увидели благотворительный вечер который проходил в москве и наш президент сел за рояль и не будучи понятно что пианистом он что-то сыграл этот такой посыл когда человек говорит что я ради детей могу сделать нечто такое что не делаю никогда в жизни а когда заместитель губернатора выходит за свою дочерью поет когда министр играет на гитаре олег митяев участвовал в наших мероприятиях передавая свои лоты на аукцион вечер добрые сердца который пройдет 14 февраля в редисон посвящен сбору средств для тяжелобольных малышей программе в частности заявлено дефиле vip person с коллекции дома моды фортуна у нас классический благотворительный вечер есть творческая часть когда известные люди выступают в необыкновенном для себя амплуа у нас есть дефиле наших благотворительниц у нас обязательно будут лоты которые мы будем разыгрывать и у нас обязательно будет лотерея которые которые то в тоже будет принимать участие наши гости но мы каждый год делаем разные коллекции поскольку все равно наша жизненно заключается именно в создании красоты для людей которые признают красоту которые любят красиво одеваться это очень в жизни тоже много значит для настроений для жизни смешание стиля для меня это очень интересная вообще тема и я люблю вообще эту тему что такое коллекция это для для творческого человека это порыв души да то есть вот у меня сегодня такая как бы да вот я хочу именно видеть своих девочек вот именно вот вот именно в таком ампла в таком виде в таком стиле данная коллекция стрит стайл это городская уличная городская мода но она знаете не совсем такая уличная в прямом смысле этого слова она именно такая немножко богемная каждая из тех кто участвует дефиле они благотворительницы единожды пройдя по подиуму да они потом с нами они остаются с нами и участвуют каких-то других мероприятиях и мне кажется вот это такая красивая сторона этого благотворительного вечера у нас всегда есть обращение от родителей всегда эти обращения есть и как правило благотворительному вечеру мы выбираем несколько историй совместно выбираем с нашим попечительским советом с нашими партнерами совместно выбираем несколько историй которые мы которым мы вот хоть можем помочь сразу разово в этом году тоже будут четыре истории деток которым нужна помощь поддержать семьи подопечных фонда родная взялась и программа beauty time репортаж с благотворительного вечера добрые сердца выйдет в ближайшем после 14 февраля выпуске куллифтинг это мезотерапия без уколов плюс гидротерапия карбокситерапия и криотерапия работает в глубоких слоях кожи увлажняет способствует разглаживанию морщин и выравниванию тона на поверхности методику куллифтинг оценили столичные звезды ощущение что я выспалась на облаке такое легкое такое приятное прохладное прикосновение это прекрасная альтернатива уколом и инъекции и это действительно оружие красоты это однократная процедура для красной ковровой дорожки как мы говорим и курсовая процедура для допустим коррекции обезвоженности либо для коррекции морщин либо для коррекции плохого цвета лица если хотим наблюдать стойкий эффект нужно выполнить курс из 6-8 процедур инновационная методика куллифтинг появилась и в челябинске она представлена вы меч студии елены ивановой еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем youtube канале в инстаграм и контакте заходите подписывайтесь ставьте лайки и будьте в курсе на этом выпуск совершен до встречи наши стильные партнеры имидж студия елены ивановой ателье модный дом я удачи Продолжение следует...